Вершины цивилизации ислама В сердце эти образы и понимание эстетики создавали неповторимые шедевры мирового искусства. Страны, которые находились под управлением мусульман, были самыми благоустроенными и развитыми в мире. После смерти пророка Мухаммада, ислам продолжал распространяться по Аравийскому полуострову, принося собой на новые земли стремительный экономический подъем и процветание. Мусульмане приносили с собой высочайший уровень культуры и науки. К примеру, в Тунисе были созданы гениальные инженерные сооружения по очистке питьевой воды. Вода отстаивалась в двух бассейных резервуарах, сообщающихся друг с другом, очищалась от всех осадков, а затем по системе закрытых трубопроводов доставлялась в район города. В Европе эти инженерные конструкции были устроены через несколько веков. В Сирии инженеры-мусульмане построили уникальные по совершенству инженерной мысли водяные мельницы, которые доставляли воду для всего города. Столица халифата, Багдад, была без привлечения самым величественным, красивым и развитым городом мира той эпохи. Город поражал своей архитектурой и благоустроенностью. Один из европейских путешественников, посетивший Багдад, писал «Все районы Багдада полны парками, изысканными садами, дворцами и площадями, изумительной красоты базарами, чудесными мечетями и многочисленными величественными банями. Красоты этого чудесного города растянулись на многие километры по обе стороны реки Тигр». Другим крупнейшим центром исламского мира, но уже в Европе, была Испания. Созданный здесь андалузский исламский халифат был самым высокоразвитым и красивым государством Европы. Архитектура столицы халифата, города Кордовы, ослепляла своей красотой. Светлые и чистые улицы, великолепие убранства дворцов, больниц, библиотеки. В те времена Париж, Лондон и иные крупные города Европы утопали в грязи и антисанитарии, мраке и неустроенности. Вероятно, по этой причине в летописях многих европейских историков-христиан, посетивших Кордову, содержатся слова, выражающие удивление, потрясение, столь величественной красотой, культурой и чистотой города. В 9 и 10 веках Кордова была самым большим и красивым городом Европы. Архивы сохранили немало летописей христиан, посетивших его, с описаниями города, обилие цветов, открытые светлые площади и улиц, чудесная система освещения города. В те времена города Европы еще пребывали во тьме. Только в Кордове были системы очистки питьевой воды. Люди жили в просторных домах, тогда как в Париже большая часть людей обитала в крохотных лачугах на берегах сены. Один из немногих сохранившихся до наших дней шедевров Кордовы – католический собор, находящийся в центре города. Этот храм был первоначально мечетью и только позднее обращен в собор. Эстетика и внутреннее убранство мечети очаровывали каждого входящего. Христианские путешественники, прибывавшие в Кордову, не верили своим глазам. Монахиня по имени Корцвиктор из Саксонии, посетившая городу в X веке, назвала в своих воспоминаниях город чудом света. Как, вероятно, сильно было впечатление от увиденного, если это признание сделала христианская монахиня. Но, пожалуй, самым величественным архитектурным сооружением Антаруси, шедевром мусульманского искусства и эстетики, был дворец Аль-Касар. В каждой детали дворца ощущалась тончайшая гармония красоты, дарованной исламом. Сады дворца Аль-Касар Наряду с архитектурой Мусульмане были законодателями мировой моды и стиля одежды. На ткацких станках производились ткани невиданной красоты и изящества. Грубые и бесцветные европейские одеяния были несопоставимы с одеяниями, шедшими с Востока. Поэтому самым высоким показателем богатства в Европе считалась возможность закупать и носить одеяния, произведенные мусульманами, ибо мода шла с Востока. Европа узнала о банях и средствах гигиены, мыли и ванных тоже благодаря мусульманам. Все, что делает государство великим и процветающим, все, что направлено к совершенству и цивилизации, можно было найти в мусульманской Испании. Высочайшая культура, чувство красоты и гармонии, глубокий ум и мудрость, которую даровал верующим Всевышний Аллах в Коране, озарял собою все человечество. В этой первой части фильма мы рассмотрели многие факты истории ислама. Мы увидели, что ислам был тем божественным светом, что озарил людям благородный путь истины и красоты. Мусульмане несли всем землям веротерпимость, справедливость, науку и просвещение, эстетику, чистоту жизни и процветание. Европа была окутана мраком фанатизма и варварства, в то время как исламский мир был без преувеличения самой высокоразвитой и процветающей цивилизацией мира. С другой стороны, одна из самых главных причин, по которой сегодня исламская цивилизация переживает полный регресс и упадок, заключена в отдалении от истинных заповедей и повелений Всевышнего. Утраты открытости к знаниям и искренности в стремлении к постижению мира, которые Всевышний Аллах предписывает мусульманам в Коране. Во втором фильме из цикла об истории ислама мы продолжим разговор о вкладе мусульман в науку и историю, о крестовых походах, 700-летнем правлении мусульман в Османской империи и еще многих исторических фактах. Мы ни на миг не можем забыть, что мусульмане должны быть достойнейшими последователями благородного пути ислама. Истоком же этого должны стать искренность и глубокая вера в откровение Корана, неспосланного Всевышним Господом. Помните, Аллах повелевает нам в Коране «Алиф лям ра» «Сие Писание, которое мы не спасли Тебе, чтобы Ты вывел людей из мрака к свету, по воле Господа их, на путь всесильного и славного Аллаха». Продолжение следует...